Здравствуйте! В эфире политический клуб «Открытые позиции». Меня зовут Илья Реонтьев. Мы собираемся в этой студии, чтобы обсудить главные события уходящих дней. Для этого к нам присоединяются эксперты. Это заведующий кафедрой Павловского института управления Иван Бирюлин и директор областной газеты «Провинциальный телеграф» Михаил Шмирев. Давайте поговорим традиционно о международных событиях. Начнем с такой очень опасной темы. Украинские войны в последнее время регулярно обстреливают Запорожскую АЭС. Вопрос на самом деле довольно простой. Зачем они это делают? По мнению специалистов, реакторы взорвать таким образом вряд ли получится. Там все-таки достаточно серьезная система защиты, их можно заглушить. Но вот повредить хранилище с отработанным ядерным топливом таким образом можно. Иван Викторович, зачем все-таки военные украинские это делают? Ведь если повредить это хранилище, то будет экологическая катастрофа. Причем в первую очередь на самой Украине. Кстати, повредить можно не только хранилище, но как специалисты многие уже пишут, что можно повредить и систему охлаждения, например. А, наверное, нет людей, которые не знают про Чернобыль и также не знают, почему там произошел взрыв. Основная версия – это как раз повреждение системы охлаждения. Поэтому, может быть, сами реакторы-то достать и нельзя, но это не значит, что их нельзя повредить другим способом. Но вот я хочу сказать, что Запорожская АЭС, между прочим, самая крупная действующая АЭС в Европе. И она, если сравнивать, допустим, с Чернобылем, то Чернобыль затронул большие территории на самом деле. И вот эта 30-километровая зона охранная, там, где никто не живет, это само собой. Но на самом деле радиоактивные выбросы там дошли и до Парижа, и до нас, в общем-то. То есть они разошлись достаточно сильно, а там всего повредился один реактор. И вот если, конечно, так, ну, гипотетически, да, вот чем они могут пугать, ну, я не думаю, что они на самом деле хотят там ее взрывать. Но вот, конечно, элемент шантажа серьезный, потому что, как бы, выглядит это страшно. Когда самая крупная АЭС находится под обстрелами военных, ситуация может развиваться непредсказуемо. И, в общем-то, в худших сценариях это непригодно, как говорится, для жизни пол Украины, пол нашего Юга и половины Западной Европы. И это, конечно, пугает, если честно. Вот я думаю, на это, в общем-то, руководство, наверное, Украины сегодняшнее рассчитывает, на испуг. Понятно, что компания, в общем-то, да, еще, наверное, не заканчивается, но, тем не менее, она идет все равно в одну точку. Может быть, где-то там с проблемами, но идет. И все равно она туда подойдет. Времени остается немного. Зима, как говорят, скоро. Нужно что-то делать. Ну, а что делать? Нужны вот новые условия для торговли, для своих каких-то позиций, для шантажа. Тем более, что мы вот видим сейчас, европейские страны стали притормаживаться в своих санкционных повестках. Да, там кое-что запускается вот в плане проезда. Но, в принципе, по влиянию на нас, в общем-то, уже несколько недель ничего такого нового они не придумывали. Да, я хотел бы тут немножко добавить. Аналитики подсчитали, выявили, что за последний месяц ведущие европейские страны, Германия, Франция и так далее, перестали обещать поддержку Украине. То есть, военную поддержку Украине. И более того, вот я в последние две недели мне удалось пообщаться, кстати, вот с простыми людьми, в частности, вот из Франции, из Германии. Я хочу сказать, что обычные люди смотрят на это, в общем-то, знаете, ну, в общем-то, они ближе к нашим позициям. И к пониманию того, что происходит. И также недовольны, в общем-то, давлением на свои страны, там, со стороны, в частности, США. Я бы не сказал, что они так вот однозначно уж там за эту политику, там, сдерживание России и так далее. То есть, они в этом видят негатив. Да, что-то их не устраивает и с нашей стороны, но в целом они ни одна бока смотрят на этот процесс. Я думаю, что правительство западных стран это знает лучше нас, настроение своего народа. И они также понимают, что, в принципе, уже тоже предел где-то приходит, когда народ хочет сказать, что, ребят, давайте уже имейте как-то эту ситуацию, ну, урегулировать, что же это. И украинская власть это тоже понимает. И она понимает, что все это складывается против них. И что нюрнбинский процесс не за горами. Вот я только этим могу объяснить, что нужны вот такие, как бы, ну, фактически шантажные способы все-таки удерживать на своей стороне Европу. Вот, как бы, чтобы было чем-то их вот припугнуть, что, так сказать, если уж так разворачиваться, то мы тут никому житья не дадим тогда. То есть спасайте нас до конца. Это вот одна сторона. А вторая сторона это информационные поводы. Потому что удивительно, но Украина позиционирует события, которые происходят вокруг этой атомной станции, как то, что это наши вооруженные силы обстреливают эту станцию. Хотя мы ее охраняем, и все об этом знают. Но Украина позиционирует, что мы обстреливаем. Мы обстреливаем. Этот информационный повод, он поддерживает другие поводы, другие форматы, как бы, давления на Россию. Может, мы об их чуть-чуть поговорим попозже. Вот это тоже одна из важных составляющих. То есть инфоповод мощный, который, не важно, где правда, главное, что повод мощный. А правда такая, какую мы говорим. Вот тот, кто в нее верит, кто ее слышит. Это, как, кстати говоря, половина точно населения. По чисто политологическим таким моментам, половина населения всегда, в общем-то, верит во все. Вот это важно. Это платформа для поддержки тех действий, которые оказывают, в частности, европейские правительства. Да, как Марк Твен говорил, что любое упоминание в газете, кроме некролога, идет на пользу. Михаил Игоревич, как считаете, почему украинские политики отдают приказы военным обстреливать Запорожскую АЭС? Вот эти вопросы, зачем и почему все больше множество, зачем они обстреливают АЭС, зачем они запрещенные конвенциями противопехотные мины «Лепесток» разбрасывают в городах среди мирных жителей, зачем они прикрываются живым щитом, опять же, местными жителями, размещают свои укрепительные и полукрепленные пункты на социальных объектах, что тоже конвенциями запрещено, зачем они обращаются с таксо-военнопленными. Эти все зачем, они объясняются одним, что ВСУ все больше превращается, это фактически, на мой взгляд, уже стало террористической организацией. У террористов логика такая, что у них интересы такие, будем говорить прямо, шкурные идеологии, они прикрываются. Поэтому совершенно объяснимо их отношение к украинскому населению, которое они якобы защищают, они, на самом деле, этим всем прикрываются. Все больше возникает ассоциаций, все больше, точнее, укрепляется ассоциации с такими запрещенными организациями, УНСО, УПА, то есть это те организации украинских националистов во время Второй мировой войны, которые действовали под крылом вермахта и действовали порой по отношению к украинцам, уже гораздо более жестко, чем сами немцы. Это также объясняется достаточно легко. Во-первых, это их жестокость, природная жестокость. Там отборные садисты собирались, преступники, уголовники и так далее. Другая причина, это тоже уходит корнями в историю, когда колонисты захватывали территорию, европейские колонисты, они из рабов делали насмотречки. То есть за дополнительную порцию похлебки, условно говоря, те же рабы становились насмотречками и облегчали задачу по колонизации, по эксплуатации этой территории. Вот, собственно говоря, так можно и рассматривать. Террористы, которых поддерживают Соединенные Штаты, это запрещен Талибан, Аль-Каида, они в определенный момент выходили из-под контроля США и начинали угрожать всему миру. Ровно то же самое происходит сейчас на Украине. Козеленский, его окружение и руководимые ими вооруженные силы, они уже фактически выходят из-под контроля, начинают играть некоторую свою роль. У них нет никакой идеологии, им нужны просто ресурсы, деньги. Действительно, я согласен с коллегой, что это своего рода шантаж, они добиваются обещанных 8 миллиардов, которым Европа обещала, но пока не торопится давать. Добивается увеличение поставок оружия, то есть все для того, чтобы нажиться, выжить, каким-то образом продлить свое существование. Но как бороться с террором, Россия давно знает. Есть, к сожалению, свой печальный опыт. Но поскольку идет борьба с террором, то есть, на мой взгляд, идет конкретная контртеррористическая операция, то и, по-моему, пора уже начинать действовать такими же методами, как действовали в Чечне. То есть уничтожать точно боевиков, главарей, как уничтожили Дудаева в свое время. И таким образом наводить порядок на Украине. Бороться с международным терроризмом. Ну и потом, знаете, то, что украинские власти дают команды на обстрел Запорожской АЭС, атомной станции, это свидетельство того, что они свое будущее с этой страной не связывают. Потому что если бы ты хотел жить на этой территории, вряд ли ты будешь допускать ее радиоактивное заражение. К тому же там население вокруг этой станции, их. Которое, да, твое, которое тебя избирало и так далее. Латвия на неделе объявила Россию спонсором терроризма. Учитывая, что в законодательстве республики такой нормы вообще нет, такой странный достаточно шаг, он больше, на мой взгляд, похож на такой политический демарш. Вот уже не знают, что придумать, но давайте объявим. Ну давайте объявим. Михаил Викторович, вы разделяете точку зрения? Действительно уже санкции из пальца просто высасывают? Не знают, что еще придумать. Ну здесь уже, на мой взгляд, речь идет на то, чтобы воздействовать не сколько на Россию, сколько на другие страны. Поясню, о чем идет речь. Ну, конечно, Соединенные Штаты пока что не сами заявили, сделали такое политическое заявление, они эту честь в кавычках предоставили своим, будем говорить, прямо шестеркам в Прибалтике, чтобы они запустили такой пробный шар. Какие последствия вызывает вот это признание страны, которая спонсирует терроризм? Таких стран, кстати, Соединенными Штатами признано четыре. Это Сирия, Северная Корея, Иран и Куба. Вот четыре государства. Что это значит? Это значит, что Соединенные Штаты прекращают с ними какие-либо экономические и политические сношения. И к тому же давят на своих союзников, чтобы они сделали то же самое. То есть речь идет о санкционном режиме соединенных стран США и ее сателлитов. Ну, если мы посмотрим на вот эти четыре страны, то мы обнаружим, что санкционный режим, который к России сейчас применяется, он жестче, чем по отношению хоть к Ирану, хоть к НДР. А тот же SWIFT у них не отключали, как у нас, к примеру. Соответственно, расчет на то, чтобы воздействовать на те страны, которые поддерживают отношения с Россией. Не секрет, что политика санкционная в отношении России провалилась. Политика сделать так, чтобы Россия оказалась в международной изоляции, тоже провалилась. И вот они пытаются таким образом сделать Россию изгоем. Но у нее тоже ничего не получится, потому что Россия это все-таки не Корея, не Иран. Это важнейший участник международных отношений. Если они пойдут по этому пути, то это фактически обрушит систему международных отношений. Станет абсолютно бесполезной ООН, СовбезООН. И это очень многим развяжет руки. Но вот эти ястребы американские, они продавливают этот путь. Дело в том, что небезызвестная Пелось, которая ураганила совсем недавно вокруг Тайваня, она однозначно выступает за то, чтобы присвоить России такой статус. Такое решение она уже продавила в Сенате, который возглавляет. Сейчас они продавливают, чтобы это решение было палатой представителей, то есть нижней палате США прошло. И, соответственно, конгрессмены, сенаторы пытаются надавить для принятия решения официальным Вашингтоном, то есть госдепом, американским президентом. Пока что у них не получается. Американцы оставляют для себя какой-то маневр. Потому что Россия уже сейчас заявила, что если вы так сделаете, мы окончательно разорвем все отношения, и у них не останется никаких возможностей для маневра. Поэтому предвидеть, как дальнейшее будет развиваться ситуация, пока что сложно, но в данный момент эскалация идет. Вот сейчас они уже отказывают в визе Лаврова и российской делегации для участия в работе ООН. Пытаются в Европе развить эту тему, чтобы рассматривали этот вопрос на общеевропейском уровне. Но до какой степени дойдет вот эта эскалация, посмотрим. А август еще продолжается. Да, и холода, зима приближается. Иван Викторович, зачем Латвия пытается объявить, вернее, даже уже объявила Россию спонсором терроризма? Илья Юрьевич, вот есть такая забытая, наверное, уже профессия, плакальщица профессиональная. Вот они их зачем приглашали? Ну, чтобы, в общем, сопроводить фон, такой, задать трагический фон. Вот эти балтийские страны, вот они выполняют роль вот этих плакальщиков, заводильщиков, скажем так. Ну, вот Германия или Франция, ну, не комильфо. Первые начать говорить, а вот давайте про терроризм подумаем. Ну, это смешно. Обращаться к ним с такой просьбой кому? Родителям терроризма вообще современного. Я напомню, что в Афганистане, в Сирии, в Ираке прародители, в общем-то, террористических групп – это США. Они это использовали как тактическую и оперативную там тактику ведения этих всех войн подпольных. Поэтому, как бы, это вообще смешно, с их стороны об этом о чем-то говорить. Но это ладно. А вот эти страны, а что с них взять? Они на Россию повлиять никак не могут. Ресурсов нет, вооружений нет, маленькие. Ну, в общем, ничего там, толку никакого. Какую-то они должны пользу приносить. Вот пользу заводил. Им удобно сказать вот это то, что неудобно сказать серьезным странам. Но зато потом серьезным странам неудобно что-то не сказать вот в ответ на этим маленьким странам. Потому что они в одной компании, они в одной команде, они в одной связке, они в Евросоюзе, в НАТО. Это такие же члены, как вот и Франция, и Германия, но вот выполняют свою роль, миссию. Поэтому Латвия самая бесполезная из этой компании, по-моему, страна с этой точки зрения влияния на Россию. Ну, вот ей такую миссию и дали. Ну, вот скажите-ка вы про терроризм. Если что скажем, ну это же Латвия, да ладно, там, хорош. А может быть и зацепиться, и объявим государством, поддерживающим терроризм. А вот если объявим, ну, я их логику пытаюсь понимать, то это серьезный вообще момент. Ведь это о чем говорит? Это статус изгоя. Статус нон-гранта как бы в их мире. То есть это задел не на сегодняшний день, а на тот день, когда закончится Украина. То есть они таким образом говорят, что Украина закончится. Мы понимаем, что вы ее, ну, как бы доведете до конца, эту историю. Но вы все равно не будете с нами. Мы вас вот объявим таким государством, таким государством. И все равно отношения с вами налаживать не будем. Мне вот интересна сейчас реакция серьезных государств. Насколько у них вообще, так сказать, остались рычаги какого-то сопротивления вообще внутреннего. Это прежде всего вот Франция, Германия, Греция, Италия, Испания, ну, может быть, Португалия. Вот такие страны, центральноевропейские, которые все-таки имели свое самостоятельное будущее, имели свои имперские амбиции. У них есть разные там течения политические. У них есть мощные экономики. Многое их связывало по бизнесу с Россией. И вот как они на это все будут смотреть? Вот они хотят такого мира без России? В прямом смысле. Ну, если хотят, тогда, наверное, поддержат. Ну, пока реакции от них не было, да? Я думаю, что не было, потому что их пока еще этого не... Вот люди же есть люди. Пока, как говорится, петух не клюнет, вроде как бы можно помолчать. Поэтому европейцы тоже пока молчат. Но я думаю, что где-то будет какой-то перелом, когда они все-таки будут решать для себя. Дальше все-таки Европа с Россией, или это что-то другое вообще? Да их ли это уровень? Ну, как? Я не хочу недооценивать народ. Народ Франции, Германии и других стран, он тоже, мне кажется, способен. Ну, если только речь идет о каких-то случаях массового недовольства, если говорить о политиках, то уровень того же канцлера Германии, нынешнего Шольца, это бегать, вот как известно, в детской поговорке «купи слона». Он также сейчас бегает за Россией и уговаривает, заберите вот эту вот, наконец, турбину. Турбину. И надо освободить народы Евразии от иго России. Ну, Иван Ильич, понятно, что эта конструкция, она, в общем-то, безосновательна. Мы обсуждали, кстати, в одной из передач, почему Россия не империя в классическом понимании. Но, как Вы считаете, вот эта конструкция, вброшенная в массы, она может повредить нашей стране или нет? Ну, если ее внутри страны, скажем так, развивать и дать возможность каким-то силам на это опираться, то, конечно, может повредить, безусловно. Но если все-таки внутри страны это не допускать, то нет. Извнея, это не может повлиять никак. Но Вы знаете, что я хочу сказать, что вот эта история, во-первых, она очень старая. Ведь вот когда у нас федерацию формировал еще, там, Ленин, он, в принципе, уже разыгрывал эту тему. Тему национальных меньшинств, натотерриторий и так далее. И тем была направлена на как раз, как бы, ну, в кавычках, деколонизацию, но вот в формате деимперизацию, дециризацию, как бы. Что вот они Вас там, мол, подавили, а вот мы-то Вам свободу дадим. Ну, а потом обратно все собрали. Но тут вот меня всегда вот удивляет, что... Это ведь объявил там, по-моему, если я не ошибаюсь, какой-то американский публицист. Ну да. Что-то такое там из Америки опять пришло. А через них и идут эти забросы. Да, да, да. Что-то опять из Америки пришло. Так вот, удивительно, что вообще, как бы, империи бывают двух типов, как известно. Атлантические, то есть вот островные, и мундиальные, то есть вот континентальные, сухопутные, скажем так. Так вот, между ними есть что-то общее, действительно. Потому что в любом случае здесь речь идет про освоение территорий, где-то пустых, где-то действительно с каким-то захватом, где-то с сопротивлением, где-то без сопротивления, с договорами, скажем так. У нас там вся фактически Сибирь, ну, за Тюменью, которая идет, она вся договорная. То есть там ни с кем мы особо не воевали. После Тюмени никаких сопротивлений там уже не было. А там вообще-то еще полстраны. Часть Кавказа вообще сама пришла с просьбой их спасти от османов. И Средней Азии тоже. Да, тут это все... Я думаю, что мы историю все-таки лучше знаем, чем американцы свою. Они же ее не учат, мировую историю, они учат только свою. Причем, по-моему, от момента севера и юга. А колониальную часть они, по-моему, даже не изучают свою. Но это ладно. Так вот, принципиальная разница в том, что у Атлантических империй логика высасывания ресурсов. Они все тянут в центр. Это их предназначение. И таким образом центр развивается. И вот, собственно, все вот эти научно-технические революции, промышленные перевороты, да, собственно, и сама демократия, и либерализм, и, в общем, много чего, на самом деле, все стало возможным именно благодаря колониальной истории Европы там 17-го, 18-го, ну и даже частично 16-го века. А вот империи мундиальные, то есть вот континентальные, их логика другая. Империя, разрастаясь, свои ресурсы тянет до границ. Иными словами, если они затормаживали народы, отнимая у них ресурсы жизненные, то мы свои жизненные ресурсы оттягивали к границам. И вот то, что мы говорим про государство, про культуру, и много вот таких, как бы, столбообразующих просто моментов на большей территории, где Россия есть, их там не было. И я думаю, без нас бы еще до сих пор, может быть, не было. Это принципиальная вещь вообще. Просто принципиальная. Поэтому вот они в своей логике размышляют от этой вот наживы. У них вот эта логика такая. Вот, мол, они там... Ну вот это лишний раз как раз показатель, что атлантисты и вообще вот американцы, и публицисты, их англосаксонская политологическая школа, они нас не понимают. Не понимают. Они думают, что они нас знают, но на самом деле нас не понимают. Это проблема, конечно. Михаил Ильич, как Вы считаете, конструкция того, что Россия колонизировала Евразию, может навредить нашей стране сейчас или нет? Ну, я начну с того, что соглашусь с коллегой по поводу того, что американцы действительно плохо образованы и не изучают мировую историю. Вот этот вброс, который появился совершенно недавно, ничего нового у себя не представляет. Идея вот этой вот России тюрьма народов, она еще была вброшена европейцами где-то в 19 веке. Это все дружно подхватили западники, либерально ориентированные, которые боролись против самодержавия. Затем, как правильно было замечено, это подхватили большевики ленинцев, которые расшатывали основы империи и заигрались с национальным вопросом. Уже в веке, в конце 20 века под этим лозунгом развалился Советский Союз. Как раз почему и надо серьезно рассматривать подобные вещи. Ну, а затем они перестали американцы-церемониться и бросили дело Агему о том, что Россия слишком богата ресурсами, которые должны принадлежать всему миру. Но тема не пошла, потому что возникал логичный вопрос ресурсы Соединенных Штатов, Европы тоже тогда должны принадлежать самому мировому сообществу. Они от этой идеи отказались и пришли к цинично, к другой Агемии о том, что Россия большая, страшная, ее просто надо разделить на части. И периодически они эту идею поднимают, стряхают с нее нефтонавталин и начинают ее вбрасывать как более свежую. Недавно, кстати, мы обсуждали, бывший польский президент ее снова озвучил. Ну, а сейчас вот они решили как бы объединить то и другое, тюрьму народов с разделением России. Ну, это говорят, что нужно деклонизировать, разделить ее на части. Причем они сразу обозначили некоторые свои интересы, которые не соотносятся с какими-то национальными вопросами. В числе регионов, которые хотят отторгнуть у России, Арктика звучит. Арктика, где лежат не совсем, не полностью разведанные огромные залежи нефти, газа и очень богатой перспективой ресурсами. Если говорить конкретно об опасности, то действительно это сигнал недостаточно серьезный. Если он рассчитан для внешнего потребителя, то пускай они развлекаются с этим идеем. Если они будут через носителей либеральной диалоги развивать это в России, это достаточно серьезный прецедент будет. И это повторюсь, важный сигнал для нашей власти, для того, чтобы еще больше укреплять федерализм, особенно в национальных республиках. Ну, я думаю, что все-таки нынешняя консолидация российского общества, в которой фиксируется социологами на всех уровнях, я думаю, что это все-таки некая гарантия того, что вот эти бредовые идеи, они так и останутся только идеями. Это политический клуб открытой позиции, мы сейчас прервемся, а потом вернемся в студию. Это политический клуб открытой позиции, и мы продолжаем. Давайте поговорим о событиях в Саратовской области. На неделе в центре внимания оказалась тема расширения набережных в Саратове и в Энгельсе, причем повод был неприятный. Выяснилось, что и в Саратове, и в Энгельсе побережье с нарушением закона захвачено ушлыми дельцами, в Энгельсе даже коттеджи успели понастроить, а в Саратове умудрились даже воду приватизировать, то есть это вообще нонсенс. Давайте послушаем, что по этому поводу сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Набережная в Саратове открыта для всех. Да, работы велись не всегда эффективно. Это признавали те, кто отвечал и постоянно со своей стороны говорил, что качество надо повышать. Но набережная открыта. А вот в Энгельсе та часть набережной, которая напротив пляжа, недоступна для жителей. Вот в свое время ко мне обращались власти Энгельса, и я помогал в выделении средств на берегу крепления набережной. Но знаете, чем это все закончилось? Там потом построили коттеджи с выходом на Волгу. Можно и нужно помогать. Но вот когда эта помощь завершается с тем, что это не для всех отдельных граждан, это недопустимо. Средства массовой информации, которые много говорят и пишут о нарушениях, на злобу дня, почему-то все молчат, набрали в рот воды. Возьмите, проведите расследование, у кого эти дома, и там соответственно проход закрыт. Город Саратов Энгельс на Волге. Нам надо обеспечивать доступность к Волге всем жителям. Ничего личного. Михаил Вопросов в связи с этим два. Как, на ваш взгляд, стал возможен захват побережья и воды с нарушениями закона? И как дальше будут развиваться события? Конечно, здесь предстоит серьезно забираться с правоохранителем, но, как правило, ответ на первый вопрос от коррупции. Я напомню, что у нас за коррупцию отсидел мэр Саратова. Отбывает срок мэра Энгельса. Куча чиновников из этих двух городов, которые имели отношение к земельным, к вопросам градостроительства, к имуществу муниципальному тоже либо получали сроки, либо находятся под следствием. Таким образом, за какие-то прецеденты хватаются правоохранителя, а что-то выпускается из виду из-за того, что не хватает доказательной базы или еще чего-то. Инструментарий борьбы с коррупцией общеизвестен. Тут стоит ли его приводить, и так знают обо всем. Другое дело, что это не в полной мере реализуется. Но раз это не реализуется, то становятся возможны вот такие вещи. Что дальше будет происходить? Но здесь хочется выразить лишь такой умеренный оптимизм, потому что эти участки достались не рядовым учителям, а врачам, а людям со связями. И людям, которые могли вполне грамотно это все дело оформить. Если ему это удалось сделать, то это будет решить сложно. Но если есть какие-то возможности увидеть нарушения земельного, водного законодательства, то, разумеется, будут приниматься в судебном порядке решения об изъятии этих участков аннулирования, соответственно, договоров о приватизации, купле-продаже. А на предварительном этапе заблокируют попытки продать эти земли третьим лицам. сейчас где-то прошла информация о том, что Вячеслав Володин подобные же вещи высказал по поводу земель Саратовского района. И тут же возникла информация о том, что в продаже появились участки как раз в Ускурдюме. Не в Саратове, а уже нынешний Гагаринский район. То есть пытаются быстренько избавиться. Если пытаются быстренько избавиться, значит, уже чувствуется, что это незаконным образом приобретено. Иван Григорьевич, Ваша точка зрения. Как стало возможным нарушение закона о приватизации побережья и воды и что в Саратове, что в Индельсе? И как дальше будут развиваться события? Возможно, здесь, конечно, с коллегой согласен, что я думаю, что все люди, которые скажем, 30-ти, точно все понимают, что был промежуток, который не так уж кстати говоря давно был в принципе, это вторая плена 90-х, начало 2000-х, когда, в общем-то, много чего делалось того, чего, в принципе, не должно было бы делаться. И воспринималось это по-разному, законно, полузаконно, незаконно, но не было должного контроля, не было ответственности, не было интереса страны, государства к этому процессу. Люди имели возможности, связи, какие-то финансы, и делали то, что могли делать. Зачем? Вот это второй вопрос, кстати. И, кстати, между прочим, Вячеслав Викторович его постоянно задает. Он же ведь не ходит так вот по городу и не говорит, а вот смотрите, вот место чьё-то, давайте заберём. Или вот это место давайте заберём. Нет же? Он же обращает внимание на места, которые пропали фактически, погибли в городе. Для горожан. Для горожан, да. Если бы эти люди взяли эти места и сделали из них там что-то для города, для себя, пускай там с точки зрения извлечения прибыли, но чтобы это было что-то такое, о чём можно говорить. А то ведь по факту это просто была возможность взять, даже не думая зачем, наверное. Потому что если, я думаю, кто желает, может пройтись собственно от моста в сторону Затона и посмотреть, что там. Там заброшенные территории ремонтного завода, в общем-то полная разруха и там ничего нет. Но они чьи-то. Как бы ни себе, ни людям получается. Вот. Вот речь вот об этом больше волнует меня, что люди как бы овладевают, не могут это как-то развить, но и город тормозят. И вот уже сколько там, 20 лет, это место чьё-то и всё, и города как бы здесь нет. Но, кстати, я почему-то сегодня читал уже новости, что, по крайней мере, по Саратову вопрос уже решился. И что оперативно отработали и прокурор области, и в Риву нашего губернатора. И я так понимаю, что эти территории уже городу или возвращены, или практически вопрос в эту сторону решаем. Потому что уже запланированы восстановительные работы, и набережная дойдёт, конечно, до соляриев, в общем-то, в ту сторону. Два километра, примерно. Там это уже озвучено. Так что по Саратову, в общем-то, горожан можно поздравить, что ещё добавится территория социального пространства нашего. С глицом сложнее там коттеджный посёлок. Там люди живые, да, там посложнее будет. Ну, может быть, компромисс найдут. Ладно, хорошо. Интересная такая информация появилась на неделе. Налоговая служба сообщила, что в области подвеляния итоги декларационной кампании за прошлый год, и выяснили, что в области увеличилось количество то есть людей, чей доход за год, за минувший, был больше миллиона, там, и 5 миллионов, и так далее. Ну, приятно, что у нас появились люди, которые официально, это официальные данные, подчеркну, официальные заработные платы получают миллионы. Это, наверное, неплохо. Также хорошо, что среди этих миллионеров стало больше молодых людей. Налоговая служба сказала, что это представители IT-сферы, это спортсмены высокооплачиваемые, и это проектировщики. Ну, не расшифровали они эту позицию, не знаю, что они проектируют. Но в то же время примерно четверть, до четверти жителей области не имеют официального дохода у нас. Иван Викторович, как такое возможно? С одной стороны, количество миллионеров увеличивается, а с другой стороны, до четверти жителей региона дохода не имеют официального. Ну, то, что количество миллионеров увеличивается, это, кстати говоря, не факт, что их реальности стало больше. Просто вот последние где-то года полтора в области очень сильная такая политика проходит на как бы выведение в белую сферу доходов, налогов. Ну, и, в общем-то, там есть и поощрение в этом плане. Я думаю, что люди все-таки подходят к такому моменту, когда уже доходы таковы, что их трудно все-таки уводить, там как-то скрывать, тем более, что это вообще-то наказывается серьезно. И, наверное, уже больше готовы выйти в белую. И, возможно, именно с этим связан рост. То, что люди стали работать в белую. Это хорошо, кстати говоря, для нас всех, поскольку вся белая часть, она идет на нас на всех. Ну, я имею в виду налоговую часть. Да, налоговую. А вот то, что много достаточно людей никак не оформленных, ну, здесь, на самом деле, много, это огромный пласт, на самом деле, проблема. Почему не оформленных? Во-первых, многие работают непостоянно. То там, то сям. И как бы им оформляться, в общем-то, как-то нет желания. Во-вторых, многие работают как бы в границах такой прибыльности, знаете, когда если оформятся, то становится невыгодно работать. скажем так. Поэтому они всеми силами стараются где-то в тени держаться. Но это говорит о том, что все-таки экономика не так, наверное, может быть, мощна, как хотелось бы, нестабильна. И достаточно много людей вынуждены вот в таких реалиях, в такой экономике выбирать серые схемы. И вот здесь, наверное, надо думать, как их, может быть, даже поддерживать, чтобы они дошли до уровня, когда им выгоднее работать в белую. И вот не прятаться в тени. Ну, пока вот такое явление есть. Скажите, не только в Саратове, вообще в России такое явление есть. Но вот в Саратове тоже. Ну, согласен, что это не уникальное. Михаил Петрович, вы как считаете, миллионеров стало больше, но в то же время очень много людей не работают официально. Вернее, не получают доходы официально. Это я считаю, что картина очень отручающая выглядит. Объясню, почему. Те цифры, которые приводятся, это следующие. Где-то 839 тысяч работающих граждан из-за 2,4 миллиона населения. То есть примерно одна треть населения Саратовской области работающей, которые работают официально, платят налоги. Две трети, получается, это кто? Это пенсионеры, дети, те, кто не работает и те, кто уехал из региона на временную, то есть вахтовым образом работают и они там если платят налоги, то по месту нахождения того работодателя. То есть как налогоплательщики для Саратовской области они потеряны. Те, кто неофициально не имеет никакого дохода, их где-то 350 с чем-то тысяч, то есть половина от работающих. То есть уже цифры такие шокирующие слегка. Идем дальше. Вот число миллионеров. Их выросло, то есть люди, которые получили от 1 до 5 и свыше 5 миллионов рублей дохода. Их число заметно выросло там на 20 лишних процентов. Ну, на мой взгляд, это произошло по двум причинам. Первая причина у нас это увеличение заработных плат в госсекторе, имею в виду чиновников, которые в прошлом году правительство Радаев поднял сразу 25 процентов. И мы же говорим о годовом доходе. Если человек уже получает где-то порядка 70-80 тысяч в месяц, такие чиновники зарплаты уже имеют, это уже миллионер. Для малого и среднего бизнеса Радви это уже деньги большие. Соответственно, к этому можно добавлять правоохранителей, то есть это судьи, которые имеют высокие зарплаты, прокуратура, Следственный комитет и так далее. Им же тоже повышали зарплаты, военнослужащие тоже высокооплачиваемые. Вот за счет них это произошло. И в некоторой степени, на мой взгляд, произошло повышение, увеличение числа миллионеров за счет другой печальной проблемы, это падение демографии. Объясню почему. У нас высокая смертность, люди получают собственность, все равно же доход исчисляется не только с заработка, но и с продажи какой-то собственности. Люди получают наследство за умерших родителей, детей и так далее, продают эту недвижимость, вот они получили доход, стали миллионерами. Но они на некоторое время стали, это ниже постоянный доход, они каким-то образом этим распределятся и уже миллионерами не будут. Вообще в целом эта картина характеризует Саратов как бы такой некий обращик некоторую мини-модель России, где подавляющая масса населения имеет низкие доходы, лишняя большая прослойка населения имеет высокие доходы. Потому что если мы обратимся к тем цифрам, которые на примере Саратской области приводились, это где-то порядка 90% получает доход ниже 400 тысяч. То есть фактически это ниже официальной средней заработной платы. Ну о каком может быть разговор о среднем классе, о котором мы когда-то говорили, и о каком-то развитии. То есть нельзя говорить о том, что Саратская область в плане человеческого капитала в данный момент развивается. Низкие зарплаты, падение промышленного уровня промышленного производства и масса других проблем. Но вот эти задачи сейчас ставит перед собой новая власть и те кандидаты, чтобы не делать сейчас рекламную кампанию, заявляют о том, что главная их задача развития человеческого потенциала. Ну и депутаты, которые тоже поставят эту задачу. Задача правильная, надеемся, что она будет именно достигнута. Давайте все-таки добавим ложку меда. Все-таки я настаиваю, что в отчете налоговой была информация о том, что молодыми миллионерами стали айтишники, программисты, стали молодые спортсмены и проектировщики. Но все-таки мы можем предполагать, что они именно заработали эти миллионы своим трудом. Но все-таки это, на мой взгляд, не может не радовать, что у нас молодежь неплохо зарабатывает. Ну, ладно, в этом можно действительно копаться дальше, не будем. Давайте закончим темой, она такая достаточно давняя, но вот недавно опять сплыла на повестке дня, вновь пошли разговоры о том, что регион должен вернуться на наше саратовское время, прошу прощения, на московское время, а не жить в Саратовском, как мы живем сейчас. Если не ошибаюсь, перемена произошла у нас в 19-м году под выборы была такая инициатива, что да, надо от московской перейти на саратовское. Прежде чем будем говорить на этом, давайте послушаем, что люди на улице думают по этому поводу. Я зачастую ездил в Москву, когда до пенсии еще, а потом на пенсию ушел и стал ездить, и все, поэтому мне без разницы. Оставить как есть. У вас никаких неудобств не выслало? Нет, мне наоборот очень удобно. Если перевести на московское, летом будет темнеть раньше и светлеет наоборот. То есть уже солнце будет вставать в 4 утра. Мне очень комфортно. Ну, если честно, проще уж ничего не менять в этом плане. Во-первых, у нас разница в Москве достаточно сильная, когда ночь наступает, поэтому, мне кажется, намного удобнее будет остаться при своем. Только в саратовском. В саратовское время меня устраивает более чем. А почему? Какие прибыли? А летом долгие вечера, которые всегда есть чем занять. А вот как раз когда мы жили по московскому, и время лета стремительно прошло незамеченным. Меня все устраивает. Все прекрасно. По московскому, когда было, зимой очень поздно светало и очень рано темнело. Сейчас все нормально. Ну, я считаю, по московскому. А почему? Ну, потому что так удобнее. Я сама проживаю в Москве, а у меня родители живут в Саратове. И мне удобнее было бы, если бы они жили по саратовскому, ой, точнее, по московскому времени. Иван Ильич, ну, давайте с вас, наверное, начнем. Как вы считаете, по какому времени должна жить Саратовская область? По своему или по московскому? Ну, как бы за область трудно отвечать. Хорошо, ваше личное мнение. Да, я бы, если не против, за себя, по которому я хотел. Я бы хотел по саратовскому времени продолжать жить. Не потому, что мне там лень стрелки переводить или их перевести на московский и не переводить. У меня простые объяснения. Мне не нравится в три утра просыпаться. То есть, ну, мне нравится, когда светлеет где-то там в начале пятого, темнеет в десять, а когда в три светло, в девять темно, мне некомфортно. А что касается ориентирован на Москву, то у меня нет проблем отвезти на час назад и как бы звонить, когда надо, там, куда надо. Или, что касается билетов, то все уже так отлажено, что здесь покупаешь по-саратовски, туда приезжаешь, там, по местному, по-московскому. То есть, никаких проблем нет. Вот. А вот чисто, если так можно выразиться, природно, что ли, климатически, вот как комфортнее моему организму, мне вот комфортнее при этом времени, чем при московском. Ну, кстати, с точки зрения астрономии, если уж об этом говорить, с точки зрения вот именно географии, есть исследование, что все-таки мы ближе к московскому времени. Московская, Москва не по-своему живет. поэтому не зря бы оговорились. Ну, да. Михаил Ильич, вы как считаете, в каком времени должна жить саратовская область? Ну, вот, коллега правильно как-то оговорился, я считаю. У нас большинство экспертов, которые с пены у рта отстаивают саратовское время, вот они ориентируются больше всего на какие-то свои личные интересы, на личные приоритеты и иногда приводят какие-то сомнительные исследования. Саратов дважды переводился на московское время и это было, в общем-то, неплохо. мы всего-навсего находимся в 80-х километрах от Москвы, вот, очень много у нас в отношениях завязано на Москву и бизнес, и официальная государственная структура, бюджетная, будем так говорить. вот, наконец, вот эта трансляция СМИ, транспорт, вот это тоже очень много завязано на Москву. Нам удобно многим было жить и работать по московскому времени. Вот, для того, чтобы окончательно определить этот вопрос, я считаю, что должны решить люди. Ну, вот, опрос этот меня несколько удивил, потому что я могу лишь привести в пример на Волгоград, который также взял резко перешел на московское время, вот, а потом снова перешли они обратно. Но это было сделано не так волонтаристки, я будем говорить так именно волонтаристки, как сделано было у нас в Саратове. Там людей спрашивали, да, там проводился референдум, плебисцит. А у нас просто некий товарищ, который возглавлял общественную палату, продавил через областную думу это решение, и вот оно так пошло, людей особенно никто не спрашивал. И, мне кажется, будет правильнее, чтобы именно этим образом был разрешен вопрос. А почему я сомневаюсь, репрезентативность вот этого вопроса, скажу почему. Потому что, когда первый раз волгоградцы переходили на Москву, они, точнее, на саратовское время, будем так говорить, там было 58% за переход. А когда стал вопрос через три года, чтобы вернуться обратно, в 2020 году это было сделано, уже 66% проголосовало за то, чтобы вернуться обратно в московское время. И только 33% были против. То есть, уже перевез в два раза. Поэтому, я считаю, что, если провести реальный опрос в Саратове, наверное, чем Саратов в Толгоград отличается, будут примерно такие же результаты. Вот было бы, конечно, идеально провести вот этот референдум о Филе... Мы ближе к Москве. мы ближе к Москве. Идеально было бы провести вот эти выборы в областные. Но сейчас, конечно, уже поезд ушел. Может быть, когда-нибудь к этому вопросу вернуться. То есть, провести референдум? Да. Решить этот вопрос окончательно. Не обязательно референдум. Можно какое-то электронное голосование, но просто его сделать как-то, ну так, посерьезно. Ну, посмотрите, минус референдум, на мой взгляд. Это же будет, ну, очередная потеря денег, да, потому что, ну, уже много... А электронное как раз... Ну, в том числе, организация электронного голосования тоже будет связана с какими-то затратами. То есть, мы... Как-то у нас есть региональная традиция, да, мы там раз в какой-то период решаем, по какому времени жить. Ну, ладно, хорошо. Такой аргумент тогда, Михаил Игоревич, ну, наверное, вам его больше, да? У местного времени есть некая такая, скажем так, ну, местечковость, но местечковость, наверное, не очень хорошее слово, да, а, ну, вот, гордость за малую родину, что там мы никак в Москве не по московскому, да, аутентичность, мы не по московскому уставу живем, а по своему времени. А может быть, вот вам, те, кому нравится людям, да, вот местное время, они вам это скажут, кроме, да, проблемы ранних рассветов, ну, тут шторы можно, конечно, привести в пример, а тут люди скажут, нет, мы хотим жить по местному времени, потому что это вот, да, наша такая особость, самость. Я считаю, пускай они гордятся тем, что Москва живет, на самом деле, по Саратскому, в связи вот с этими вот переходами, которые начались в 2011 году, когда сначала отменили переход на зимнее и летнее время, перешли на летнее, а потом в 2014 году произошел переход, фактически, Москва оказалась по Саратскому времени, которое было тогда. Конечно, сейчас с этими переходами многие запутались, но если в это дело пытаться разобраться, вникнуть, со мной согласятся. Но потом Саратов взял еще на час и отскочил в 2016 или 2017 году. Зачем-то. Ладно, как бы оставим эту тему на суд зрителей. Если будут выборы, и будет там приурочено референдум или какое-то электронное голосование, я думаю, что каждый сможет высказать свое мнение. Спасибо. Это был политический клуб открытой позиции. Меня зовут Илья Леонтьев. Гостями нашей студии традиционно были заведующие кафедрой Поволжского института управления, кандидат политических наук Иван Бирюлин и директор областной газеты «Провинциальный телеграф», кандидат политических наук Михаил Шмырев. Увидимся.